всем привет и добро пожаловать снова на мой канал у меня сегодня тоже какой-то странный день никак не могу начать приветствие записывать как будто тормозной жидкости с утра напился арабский скакун евгению снова на связи а это значит что будет очень много интересных новостей почему арабский скакун да все просто потому что пока еще бегаю сегодня поскакал как всегда хотя погода признаюсь такая все хуже и хуже становится но как мне писали у природы нет плохой погоды поверю в это слава богу хоть солнце иногда появляется настроение в целом у меня неплохое поэтому буду сегодня поднимать его вам возможно кого-то усыплять кого-то взбодрить кого-то даже раздражать главное чтобы я вызывал разные эмоции и неважно какие значит сегодня делю времени возмущаком поскольку их стало все больше и больше значит народ не начинает тут писать что я подсел на одних и тех же артистов ну во-первых я ни на кого к счастью не подсаживался и потом у меня выпусках столько разных медийных людей что упрекать меня в том что у меня здесь одни и те же люди вообще не уместно смотрите есть очень много каналов которые также делают подобные выпуски я видел что они делают так иногда смотрел не смотрел сами выпуски о ком они там рассказывают вот у них как знаете магазин пятерочка или а т.б. то есть неплохо но очень маленький выбор у меня же здесь ашан понимаете гуляй разгуляйся выбор огромный поэтому пожалуйста свои ротор на мы немножечко закрываем не нужно мне пиликать громко о том что у меня здесь одни и те же люди это вообще неправда но и потом друзьям не нужно мне писать также комментарии если вдруг я отпишусь перестану смотреть можете отписываться и переставать смотреть поскольку есть медийные люди которые вам не нравятся и они дают инфоповоды и я буду о них говорить хотите вы того или нет я скажу так 95 процентов людей которых я говорю мне вообще до лампочки что у них там происходит жизни я лишь делаю свою работу от которой кайфую но я не живу их жизнями остальных 5 процентов меня просто раздражает но я также о них говорю потому что они дают инфоповоды все очень просто я могу лишь вам дать хороший классный совет если кто-то в этом выпуске в любом вас раздражает какой-то конкретный персонаж вы просто можете перемотать и все описать мне о том что ой я уйду я отпишусь отписывайтесь а будете мне писать я вам сам помогу это сделать честное слово в общем надеюсь мы с вами друг друга поняли я ни в коем случае никого не гоню но и вы перестаньте писать не глупости у меня еще раз напоминаю здесь шикарный огромный гипермаркет так что выбора хватит всем все надеюсь мы с вами поняли друг друга еще кстати хочу вам посоветовать сериал не могу сказать что прям вау-вау супер но неплохо честно я сейчас смотрю второй сезон называется он грешница 2017 год там каждый сезон получается отдельная история которую собственно не там разбирают неплохо посмотреть можно поэтому возможно кому-то зайдет я посмотрел вот первый сезон сейчас начал смотреть уже второй в каждом сезоне по 8 серий поэтому может быть кому-то зайдет грешница 2017 год детективы в общем все как мы с вами любим поэтому смотрите и делитесь своими комментариями как вам зашел сериал кстати там еще одна подписчица очень просила чтобы я попросил ей помочь в таком деле она значит в городе москва ищет горничную в мини-отель возраст 55-60 лет поэтому ему если кому-то интересно данная вакансия в москве с проживанием пожалуйста находите подписчицу под ником angel angel и пишите я в этом не благодарите я всем желаю хорошего настроения приятного просмотра и начнем мы с наших новостей совсем скоро выйдет очередная экранизация короля ужасов стивена кинга зимой либо весной 2022 года в новом орляне начнется съемочный процесс хоррора буги мэн теперь по одноименному рассказу кинга он был впервые опубликован еще в 1978 году в рамках онтологии ночная смена куда вошло 20 кинговских историй стаде как относитесь к стивену кингу как вообще относитесь к жанру ужасов я признаюсь честно очень любил раньше сейчас чем старше становлюсь тем конечно я уже стараюсь не смотреть такие фильмы то сами понимаете же нервишки не в порядке потом не спишься ночь фантазии начинает бурная просыпаться поэтому сам жанр мне нравится но стараюсь редко смотреть а то потом реально плохо сплю ну вот пробил час и буги мэна по мотивам которого 1982 и 2010 годах выходили лишь короткометражки а теперь вот выйдет полнометражный фильм поэтому для любителей ужасов и стивена кинга следующем году думаю он вас порадует дочь актера георгия буркова надеюсь представление этот актер не нуждается разразила дневной речью в адрес татьяны дарониной значит артисты вместе играли в спектакле старой актрисы бурков попал в реанимацию потому как вы все знаете может кто-то не знал он любил тоже как волочкова ведрами пить на его место ввели другого актера гастроли значит в киеве татьяна васильевна ожидала овации но их не было тогда она вышла к зрителям и поведала что бурков испугался радиации и отказался к ним ехать ну и собственно после чего были бурные аплодисменты также она еще рассказала о вопиющем случае на спектакль пришли из управления культуры с которыми даронина враждовала она увидела их отыграла начало она монологи буркова остановила действие обратилась со сцены к работникам департамента чтобы все убирались вон из зала и вот что она говорит мама тогда была в ложе она видела чего стоило отцу это бандитская выходка дарониной поэтому для меня все что не даронина все хорошо дайте ей огромную зарплату пожизненно только не допускайте до живых людей вот так вот вдруг решила высказаться в адрес татьяны дарониной дочь известного советского актера георгия буркова не знаю в честь чего и почему сейчас но вот такая вот новость комментируйте как вам вообще актер бурков что думаете по поводу татьяны дарониной вообще заметил что последнее время очень много историй из прошлого которых сегодня тоже много расскажу хэйли бибер впервые призналась что хотела уйти от джастина бибера хэйли которая три года назад стала законной супругой джастина бибера никогда прежде не говорил о том какой непростой была ее семейная жизнь и что она даже всерьез подумала оставить мужа самого начала модели как она призналась постоянно звонила маме горько рыдала вот что она говорила я так больше не могу если все так будет идти дальше я не выдержу этого я не смогу это продолжить я так понимаю что там скорее всего проблемы запрещенными всякими препаратами у джастина бибера поскольку много об этом уже новостей было и я думаю что причина была именно в этом поскольку вы понимаете да когда человек злоупотребляют какими-то веществами или даже алкоголем то у него изменяется сознание и человеку как будто бы вообще не тут за кого ты выходил замуж видимо или какой-то момент хотела уйти но я так понял что вроде все стабилизировалась по крайней мере пока что не знаю надолго ли но осталось а вообще я вам честно скажу что если ваш партнер занимается подобными вещами я бы на вашем месте просто ушел в моей жизни когда-то такой случай был я попытался что-то сделать для того чтобы как-то увести от этой пагубной привычки понял что кроме того как я трачу свое время и нервы и здоровье ничего не происходит этим должны заниматься специалисты а человек тут бессилен но это я говорю на своем опыте а вы как хотите если вдруг у вас такой не дай бог то сами принимайте решение но я бы уходил чем быстрее тем лучше но немного хороших новостей про нашу любимицу азу бедросов но значит наша королева мать все-таки вернулась московию поэтому выдыхаем все в порядке наконец-то азочка вернулась на родину пока у нее затишься в инстаграме буквально там было пару рекламу это не интересно нам значит что-то она для нас готовит мы знаем нашу проказницу она долго молчать не может и вот кстати еще в эту же кучу такой интересный заголовок значит врач объяснил почему киркорова отказал рабочий орган замечательный заголовок и тут я подумал и про какой же орган идет речь про мозг что ли не знаю в общем короли заголовка в экспресс-газета вы лучшие в общем азу бедросовна на месте так что скоро будут интересные новости кто смотрит шоу дуэт вам нравится данный формат я иногда могу посмотреть так буквально какие-то конкретные выступления как знаете на перемотки по-быстрому так вот вчера смотрел я значит шоу дуэты и там выступал на член кино стоит и повали но я не буду сейчас суждать их пение мне вообще-то не интересно они поют все шикарно замечательно там вокалисты крутые и все в этом роде но я вот что заметил посмотрел и значит на то есть и повали я вообще на какой-то момент подумал почему монро утро вести диво знаменитой в украине поют голосом повали ну честно для меня вот что монро что-то и все повали сейчас одно лицо ни в коем случае не хочу никого убедить но вот так вот складывается конечно люди перебарщивают с пластикой потом они непонятно на кого похоже не то чтобы непонятно на кого я имею ввиду что они становятся похожи друг на друга кстати вот шоу и суперстар я посмотрел этот выпуск поскольку много было всяких историй касательно того как соседов там отжигал но кстати да со сергей соседов действительно иногда думают что он кошка у него много жизни ли он вообще бессмертный поскольку его комментарии конечно это нечто народ они веселят но артисты с таким лицом на него смотрят они наверное готовы просто взять биту и разнести его так вот кстати века цыганова там принимает участие хочу сказать что она выглядит очень даже неплохо надеюсь она на этом остановится но я не знаю сколько лет но выглядит она потрясно но в общем теперь не про сама шоу суперстар значит юлиан в этой передаче суперстар рассказал что причину по которой он в какой-то момент исчез телевидение оказывается что за песню года и за любое участие в каком-то шоу на телевидении нужно было платить деньги за участие в допустим в песню года он сказал нужно было на тот момент заплатить 10 тысяч долларов как вам вот вам пожалуйста все секреты этих артистов которые бесконечно каждый год были на всех этих фестивалях они просто платили деньги оказывается а я-то думал за какой-то ланд за хиты и звали а нет все-таки за деньги то же самое подтвердила анастасия певица которая также принимает участие в шоу суперстар она оказывается еще в нулевые в передаче акулы пера всех сдала и сразу ее после этого собственно убрали она кстати еще сказала такое шоу помните была утренняя звезда с юрием николаевым я помню еще с детства оказывается и туда нужно было платить деньги короче я так понял что на телевидении вообще просто так невозможно попасть все у нас теперь уже окончательно все пазлы сложились поэтому мы теперь сразу с вами понимаем и знаем если кто-то на телеке либо волочковский на шпагат распахнул свою душу либо просто платил деньги по-другому видимо туда никак не пробьешься но это ужасно все конечно но соседов конечно разносит всех на шоу особенно юлиана юлиан еле себя сдержал чтобы не наброситься на него ох и соседов договоришься ты если тебе не юлиан наваляет коленапина тебе расцарапает лицом отправит прочь на ночной электричке кататься по мхату поедешь ты к легче тому самому легче о котором пела алена кстати неплохое шоу неплохие участники единственное я удивился зачем там снова шура поскольку шура уже по моему принимал участие в данном шоу почему второй раз не понял я ну да ладно видимо они решили снова чтобы встретился соседов и шура поскольку рейтинг будет зашкаливать вы же знаете серёжа у нас любит жестко по всем проехаться ну кстати он единственный кто делает шоу в этом всем но лера кудрявцева до сих пор не понимаю каким макаром там очутилась но да ладно шоу секрет на миллион видимо закрыли это такая небольшая компенсация пока посиди тут а дальше посмотрим многие писали куда пропала дана борисова сам заволновался поскольку тихо никаких инфоповодов не дают из последнего что я знаю она летала в питер на съемке на съемке чего я так и не понял нигде ничего не нашел ну и вот зашел на ее инстаграм значит наш доктор дана борисова принимала главного пациента страны андрея малахова значит как вы поняли она снова нашел прямой эфир так светится отчасти что на очередной к эфир к андрюшке пришла что мне если честно это пугает но выглядит хорошо кстати не знают а фильтр или она действительно так выглядит вообще меня еще насторожили вот эти истории с андреем малаховым знаете как будто у него день рождения даже в какой-то момент подумал что малахова день рождения потом нет у него же в январе а чего это дано его вдруг так поздравляет но в общем дано видимо просто в хорошем настроении пусть будет так дан ты не спешим андрюшки день рождения еще не скоро поэтому с данной все в порядке она андрея малахова ну что хочется мне сказать для того чтобы поднять рейтинг и нам было интересно нужно чтобы дана волочкова хотел сказать дана борисова и анастасия волочкова встретились в одном шоу неважно где когда дана борисова и волочкова все это настроение обеспечено так что друзья не волнуйтесь данные все в порядке любимому актеру многих женщин а может быть и не только женщин исполнилось 86 лет это я сейчас говорю про легендарного аллена далона помню с детства все вот говорили аллен далон аллен далона я не мог понять да кто такой аллен далон я понимал что в контексте имеется ввиду что это что-то красивое но посмотрел я его фотки ну нормально наверное да я не знаю женщина ну-ка скажите правда прям такой красавица в любом случае актер он шикарно легендарный актер поэтому конечно ему нужно уделить внимание собственно вот вам фотографии молодого аллена баллона если кто-то забыл 86 лет прекрасный возраст пусть и дальше радует всех своих поклонников я не знаю снимается он в кино или нет но я думаю вам есть что высказаться милые дамы вам точно он нравился признавайтесь кто был влюблен в него и снова у нас неприятная история которая связана опять сергеем зверевым значит буквально недавно мы обсуждали как какие-то странные люди его высмеяли в торговом центре и вот пожалуйста сергея зверева опять затравили этот раз рядом с большим театром группа молодых людей на самокатах мешала снимать звереву проход к большому театру зверев попытался с ними поговорить и попросить уйти но ничего не вышло вы же знаете да нашу неадекватную молодежь вот эти малолетки я их когда вижу я просто ухожу в сторону поскольку там разговаривать бесполезно там просто в голове две извилины и то не те ни в коем случае не хочу говорить про всех но сами понимаете да если бы они были адекватны они бы подобное себе не позволяли зачем высмеивать мешать вот это вокруг него как эти знаете гиены собрались и мешают человеку общем сергею звереву что-то в последнее время не везет и в думу он не прошел и в торговом центре над ним насмехались его теперь в питере над ним насмехаются какие-то малолетки на самокатах в общем какое-то безумие оставьте зверева в покое честно сомнирую прям жалко по-человечески честно не являюсь его поклонником и никогда не был но по человечески я считаю что это неправильно и неважно звери в это не зверю кто бы ни был на его месте так себя вести не нужно одежду ими уайнхаус распродали на аукционе с молотка ушли 800 вещей концертные платья обувь сумки украшения даже нижнее белье боже какие пикантные подробности даже нижнее белье я надеюсь не ношеные самым дорогим лотом стало платье наоми вери лоску с последнего выступления в сербии 2011 год его купили внимание за двести сорок три тысячи долларов 16 раз дороже первоначальной цены всего родители звезды заработали на аукционе 4 миллиона которые пообещали отдать фонд имени эми вайнхаус помогающие людям которые страдают от зависимости вот такая вот история многих больших артистов известных на весь мир в свое время не стало но видите о них все равно мы продолжаем говорить они продолжают приносить доходы своим родственникам ну как говорится если они хотят действительно помочь людям в их зависимости х и ради этого решили продать всю эту одежду то почему бы и нет фанаты тины каррель атаковали казахскую радиоведущую оксану казак которая певица должна была приехать ну точнее уже приехал на эфир в общем завалили директ с просьбой расспросить тину о личной жизни вы понимаете это все что волнует фан-клуб огромный такой знаете безумно я бы даже сказал тины каррель я не знаю кто там у нее есть поскольку вот эта вся история с данным баланом уже мы с вами поняли это все было придумано это все не по-настоящему многие говорят о том что якобы коломойский и любовник не знаю честно доказательств прямых нет но я могу сказать точно она уже долгое время находится одна но смысле без официального брака но я больше чем уверен что этой замечательной женщины однозначно кто то есть очень непростой мужчина это точно может быть она нас как-то и удивит возможно кто-то из ее музыкантов и его кавалер кто знает в общем казахская телеведущая об этом решила рассказать в stories она не поняла откуда фан-клуб тины об этом узнал что она приедет в казахстан на интервью но и выдыхайте интервью состоялась телеведущая не прислушалась к просьбе поклонников не задавала на подобных вопросов но я могу понять почему поскольку когда проходит интервью стеной карель там заранее все предусмотрено то есть там такая сепарация происходит что половина такая половина там почти 90 процентов вопросов роста отсекается вообще заметил что-то зачастило тина в казахстан видимо в украине ей уже стало тесно в россию она не может по понятным причинам поехать поскольку она себя так преподнесла что она патриотка ни в коем случае туда не поедет хотя и не против бы давайте уже называть вещи своими именами деньги не пахнут а в россии она бы много могла зарабатывать но и теперь она решила покорить видимо и казахстан поскольку другого объяснения мне нет но зачастило она правда в казахстан но дай бог пусть процветает как говорится ее творчество не должно ограничиваться только одной страной пусть радует поклонников хоть по всему миру значит украинский актер владимир толожко из фильма в бой идут одни старики после скандала стать он попал скандал для тех кто не знает одна с домогательствами кстати его также обвинили в домогательствах как и миладзе табакова вайнштейна и так далее видите в украине тоже свои вайнштейны есть после этого всего его уволили из университета имени карпенко карова где он преподавал ну и вот он написал он заявление по собственному желанию но знаем и как там это все пишется в общем от преподавания его отстранили еще летом и отправили вынужденный отпуск но предъявлять какие-либо обвинения толожко рано так как расследование еще продолжается но это конечно безумие видите везде это было ничему не удивляться видите еще один актер замешан в подобной грязи посмотрим чем это все закончится итальянская группа money skin которая победила на евровидении в этом году медленно но уверенно покоряет американских слушателей значит спели они на разогреве у rolling stone выступили на шоу джимми файлона и шоу эллен американцы с ума сходят от их кавера на begin песни 150 лет в обед кто ее только не исполнял но кавер money skin стал платиновым сша собственно что можно сказать эти ребята действительно полюбились во всем мире сначала они взорвали всю европу в россии их обожают в украине их обожаю поскольку уже все билеты проданы давным-давно хотя концерт еще не скоро но билетов уже нет и вот пожалуйста уже америку они покорили у них большое будущее поэтому видимо не зря они победили на евровидении хотя опять таки скажу лично я ничего против них не имел но я не понял почему именно они выиграли но судя по этой популярности теперь я понимаю что они действительно заслуживают того как вам группа money skin нравится вам и нет пишите что думаете не забудьте поставить палец вверх сейчас вот прям нажмите на паузу ли не нажимайте вот сразу ставьте лайк сердечко палец вверх но поставили убедились что все работает но теперь смотрим дальше юлия барановская призналась что очень благодарна бывшему супругу аршавину около десяти лет назад или ведущая осталась одна с тремя детьми всю мою эту историю уже знаем и вот она решила прокомментировать в уже в какой миллионный раз раз июлька нам не дают новых инфоповодов поговорим о том о чем уже сто раз все обсуждалось и вот что она говорит мне очень повезло я говорю абсолютно искренне мне повезло что отец моих детей когда-то принял решение от меня уйти самостоятельно я бы никогда в жизни на такой поступок не решилась чтобы не происходило я бы оставалась в этих отношениях только сейчас будучи свободно я понимаю какая я стала внутри и я понимаю что он подарил мне возможность реализовать себя совершить поступок сделать шаг я бы не сделала он мне помог и в итоге я ему очень благодарна мне повезло что он так поступил сейчас спустя годы я это понимаю моменте это было очень жутко в общем юлька благодарна своему бывшему гражданскому супругу чтобы меня час не поправляли да я знаю они были не расписаны но несут дети то у них есть что вот он ей помог найти туда мне напомнила из фильма москва слезам не верит если бы ты тогда мне не сделал так больно я бы не обожглась не было бы меня сейчас такой вот важно но по сути это реальность это правда так и есть кого-то подобные отношения делают сильнее а кого-то увы разрушают мне бы конечно хотелось чтобы все становились мудрее сильнее добивались наоборот больших успехов тем самым показав своим бывшим точнее ничего не надо показывать просто для себя значит наша балерунья всея руси снова с бокалом просека что-то наваливает нам всем в общем мадам лебедь не довольна тем что ее подписчики ругают за то что там много бухают настенька знать взяла бокал и стоит с умным лицом пытается нам что-то объясни во первых хочется сказать настенька ты леди а леди не пьют ведрами поэтому прекращаем сократить дозу употребляемого в общем настя всем нам закрыла рот и сказала что не наше с вами дело сколько она пьет в принципе она в этом право настя мы же просто за тебя переживаем собственно прямая речь наша настоящий волочковый вообще мне кажется пора и заканчивать этот отпуск в турции возвращаться в работу то что ты совсем она прям расслабилась это замечательно проходит мой отдых в курсе это самый прекрасный локтал который только можно было представить все друзья вскоре посмотрите сервейные силы наши реализаторы всех времен народа здесь рядом мы срочные люди отдыхаем и я просто удивлена неужели многие думают что танцевать петь радоваться жизни можно только знаете вот бокалами шаховского но вы знаете не ваше дело такое количество процеда налита в моем бокале потому что я сюда приехала не танцевать а отдыхать конгресс закончился вин дизель публично обратился к дуэйну джонсону и попросил его вернуться в форсаж боже когда они закончат уже снимать этот форсаж сколько можно будет уже несколько лет качки враждует и мало кто понимает из-за чего в недавнем интервью вин наконец-то рассказал свою версию он очень жестко обращался со скалой так его персонаж назывался фильме форсаж для тех кто не знает на съемках как продюсер блокбастера дизель придирался каждой мелочи требовал от коллеги идеальной игры и добился этого что считает исключительной своей заслугой но это якобы обидела очень профессионального джонсона только вот дуэйн позже заявил что никогда так не смеялся услышал бредовую версию соперника но подробности конфликта он опустил как один из самых высокооплачиваемых актеров мира он может заломить такой гонорар что вину дизелю потом еще не поздоровится вообще конечно и один и второй актер они очень успешные они очень вписываются вот формат данного фильма их обожают и один и второй очень популярны я думаю что здесь знаете это как вот у женщин конкуренция зависть друг другу я думаю здесь не исключение поскольку все актеры насколько бы они не были мужественными такими здоровыми богатырями но все равно у них есть такая творческая зависть к успеху друг другу я так думаю поэтому все эти истории конечно который рассказывает вин дизель мы тоже разделим на 75 я думаю истинно намного проще самая обычная банальная зависть вообще конечно они когда вдвоем в одном фильме это очень смотрится эффектно посмотрим удалось ли ему уговорить дуэйна вернуться время покажет а вообще кроме форсажа вин дизель что-то еще будет снимать ну да ладно комментируйте переходим дальше а вот и наша аннушка семенович которая буквально недавно демонстрировала свою роскошную фигуру где-то там она отдыхала вот уже семенович снова ожирает зачем-то все это делает на камеру ну такой себе мукбанг решила нам устроить в общем зрелище не для слабонервных после такого и аппетит может пропасть в общем анюта смочного тебе классные кстати фильтры я не знаю зачем она это все демонстрирует на видео не понимаю честно вот она решила поделиться историей жизни как она ест пиццу интересно вам было это обалденный инфоповод ань меньше кушай а то скоро фильтры не помогут театр на серпуховке продолжает продавать билеты на спектакль с валерием горкали нам несмотря на то что артист уже вторую неделю находится в реанимации как такое может быть я честно говоря в шоке меня вот это просто удивляет но вот такая вот новость представляете людей пытаются обмануть но а горкали но мы желаем конечно скорейшего выздоровления новый директор мхата владимир кехман отказался платить бузовой полмиллиона рублей вот что он говорит певица которая говорит что мхат ей должен денег просто лукавит мхат не должен ей абсолютно ни копейки он подтвердил что с бузовой было заключено два договора но на исполнение будущих спектаклей который как вы знаете отменили так что оля закатила свою губу обратно никаких денег ты не получишь в своем недавнем интервью 56-летняя сара джессика паркер которая сейчас снимается в продолжении все мы знаем чего сериала секс большом городе не смогла промолчать ответ на критику в свой адрес но о том что она старая седая какой там уже секс в таком возрасте так далее вот что она сказала я знаю прекрасно и сама как сейчас выгляжу но чего вы ожидаете от меня чтобы я остановила время или просто исчезла в принципе с не абсолютно согласен вот люди которые критикуют а я больше чем уверен что это скорее всего практически только делает все женщины поскольку мужчинам но казалось бы мне вообще нет никакого дела кто как выглядит правда я никогда этим не заморачивался вообще-то многие так парятся про этот возраст и не понимают одно и такое банальные вещи ведь возраст может вообще не у каждого в жизни быть давайте реально смотреть на эту жизнь нужно радоваться что он есть это прекрасно главное себя чувствовать хорошо сделать все для того чтобы этот возраст наступил в жизни каждого человека не упрекать его в том что в 56 она выглядит на 56 это абсолютно нормально мы все стареем господа бедная сара джессика паркер сериал еще не вышел а уже столько она всего нахваталась но я имею ввиду хейт в свой адрес и ксения собчак там что-то вякала на нее тоже мне еще королева красоты интересная новость значит александр сиров возвращается к работе после того как перенес вот эту знаменитую болезнь буквально недавно я делал выпуск о том выпуске говорил о том что игорь крутой там просто нас всех призывал помолиться поскольку состояние тяжелое тут директор заявляет что у александра все классно замечательно чуть ли он уже скоро на сцену не выйдет бы голос у него звучит они там записывают новую песню удаленно как это вообще все возможно понятия не имею но вот такие вот комментарии дал директор александра серова здесь у меня вопрос не понимаю как такое может быть игорь крутой говорит что он чуть ли там не уже на том свете мы послушали недавно голос ларисы гузеевой которая после подобной болезни еле разговаривает а здесь александр сиров уже петь собрался песню записывает в общем я не могу понять где правда где ложь как по мне нас просто вот это знаете пытаются постоянно мануть и вот это вот играют нашими чувствами честное слово так что поклонники серого выдыхайте у него все в порядке голос звучит скоро уже концерты начнут давать вот вам и новость дарья мороз вернулась в трупом хата спустя год после ухода актрису вернул константин хабенский буквально недавно я говорил о том что андрей бурковский вернулся он пару месяцев назад ушел и вот после того как поменялся худрук константин хабенский его вернул и вот дарья мороз тоже вернулась видимо все таки что-то было не так с этим худруком предыдущим не знаю хорошая это новость или нет кстати как вам актриса дарья мороз мне она очень нравится вот я не могу сказать что она прям какая-то супер красавица но она такая тоже фактурная как тильда знаете вот от которой тоже говорил и кстати мне она очень понравилась в сериале содержанки я очень редко смотрю российские сериалы признаюсь этот сериал мне понравился и кстати дарья мороз одна из главных героинь собственно и привлекла мое внимание поэтому поклонники дарьи мороз радуйтесь она вернулась а вот этот парень который собственно и слил пикантные подробности о том что сергей лазарев и алекс малиновский снова вместе вот собственно пленовника этого слива спасибо тебе огромное за то что открыл глаза нам всем а то мы уже прямо распереживались и поверили что они реально разошлись но нет это все был обман а гарик харламов решил так скажем пошутить что ли я не знаю что с ним происходит такой себе юмор ну фотки как фотки в общем выложила на себя в инстаграме вот эти вот фотографии в духе женских фотосессий ну и спрашивает у девушек как вам бабоньки нравится не нравится ну не знаю может быть это весело если вам весело то можете посмеяться второй богатейший человек планеты джефф безоз гала вечери лос-анджелесе оказался в очень неловкой ситуации которые сейчас многие пишут значит видео где его девушка журналист буквально съедает глазами леонардо мощно завирусилась в сети о котором уже сейчас наверное все я думаю вы многие видели значит миллиардера это настолько за дело что он даже прокомментировал ситуацию себя в твиттере написал он значит следующее лео подойди сюда хочу тебе кое-что показать и добавил фото с табличкой опасно крутой обрыв ну и в общем все дальше по тексту не понравилось хозяину амазона что его мадемуазель просто растворилась как только увидела леонардо дикаприо ну чё там растворилась она потекла прям я видел это видео это действительно очень смешно было не хотел бы я быть на месте джеффа безоза но да ладно главное чтоб с леонардо было все хорошо но еще немного новостей про леонардо дикаприо значит очень интересная роль для актерских амбиций дикаприо тут к нему подъехала что лео сыграет скандально известного проповедника джим джонс в середине пятидесятых годов основал соединенных штатах секту названием храм народов отчасти джонс преследовал благие цели помогать бездомным ухаживать за пожилыми лечить в общем все вот эти вот дела но чем дальше тем больше он упивался властью а его личность мало-помалу разрушалась под влиянием сильнодействующих веществ и закончилась все это известной трагедии я как вы поняли это будет фильм на реальных событиях очередная классная роль леонардо дикаприо слава богу оскар у него уже есть долгожданный вымученный я помню каждый год он номинировался на оскар и все уже ждали ну дайте вы уже иди каприо этот оскар он же понимаете человек будет ходить к вам каждый год пока не дадите но слава богу дали кстати интересный сюжет фильма еще я люблю такой на реальных событиях поэтому поклонники и поклонницы леонардо дикаприо ждем интересного сюжет хорошие новости из португалии значит португалии приняли закон который запрещает всем работодателям звонить или отправлять сообщение в нерабочее время просто-напросто беспокоить человека когда он не на работе я считаю что это круто и замечательно почему только в португалии меня всегда настолько раздражало когда мой выходной день мне уже с утра наяривали просто не представляете я думаю вы меня понимаете да когда где выходной тебе звонят и начинают извините мозг иметь разработчики убрали эмоцию трэвиса скотта из игры все из-за инцидента на фестивале котором помните 8 человек ушло в мир иной к сожалению и вот такое наказание сейчас происходит с трэвисом скоттом я так понимаю что это только начало чем там это все закончится неизвестно опять таки я хочу сказать я не считаю что он в этом виноват вот и все причем тут он то люди себя так ведут они с ума сходят ксюшка бородина подарила своей маме часы за 2 миллиона рублей телеведущая решила побаловать свою маму в честь ее дня рождения ну как вы понимаете все это естественно на показ демонстративно чтобы мы все увидели и позавидовали ксения молодец вот здесь я тебя похвалю на маме экономить нельзя можно было и за 2 миллиона долларов в общем вот такая вот новость у ксюша все в порядке с деньгами часы он дорогие дает маме полина гагарина вот уже больше года после развода не может договориться с бывшим супругом о вопросах опеки над их общей дочерью все мы уже с вами это обсуждали не раз ранее дмитрий исхаков намекал что имеет рычаги давления на бывшую жену речь шла о том что он при желании может отобрать у певицы положенную ему по закону половину всего совместного нажитого имущества в том числе и часть бизнеса он предупреждал что артистке лучше пойти на его условия по опеке чтобы не лишиться активов однако адвокат посоветовал гагариной хитрый ход который избавит ее от необходимости отдавать исхаков у половину бизнеса наша полина гагарина не так просто собственно мы не думали что она просто она продумана каждый шаг мне кажется продумывает наперед как выяснилось на днях у компании полины гагарина появился второй учредитель а уставной капитал фирмы вырос с 10 тысяч рублей до 2 миллионов оказалось что певица подписала сделку со своим адвокатом филиппом рябченко которому фактически передала права на свою фирму теперь исхаков может претендовать только на 00 25 процентов компании бывшей жены что является ничтожной цифрой и практически не представляет никакой угрозы для полины вот как комментирует адвокат если бы супругу принадлежало 50 процентов то без него нельзя было бы принять ни одно существенное решение не сделку заключить не договоры подписать не назначить генерального директора а при столь резком снижении доли исхаков теряет корпоративный контроль и возможность вообще принимать какие-либо корпоративные решения вот так вот так что полина наша хитрая лиса все продумала ну и можно предположить теперь что это повлияет на ход слушания в опеке которая назначена на декабрь я думал что они там как-то все-таки мирно договорились но нет видите полина решительно идет до конца но в общем мы все с вами понимаем что если эта женщина чего-то захотела она этого добьется обязательно на этом новости из мира шоу-бизнеса заканчивается и мы с вами врываемся в рубрику хороших добрых новостей и сразу начинаем с классной потрясной истории школьник соорудил для бабушки солнечную кухню чтобы она не платила за газ житомирский девятиклассник решил помочь своей бабуле из деревни сэкономить на дорогой услуги а мы с вами в украине знаем какой дорогой у нас отопление каждый год когда его включают и просто вот так ждешь с трепетом что там за счет тебе опять пришлют так вот мальчик изобрел специальную плиту которая работает на солнечной энергии с ней бабушка может разогревать воду и готовить еду без газа вот это вот называется забота о своей бабуле ну и конечно внук гениальный бабуля может гордиться своим внуком и ей помог еще и проявил себя как настоящий вундеркинд желаю ему дальнейших успехов и классных открытий в будущем стая собак бездомных облюбовала крыши домов и автомобиля значит эти собаки почему-то решили что они голуби жители ямала гадают почему дворняги решили заменить им голубей любом случае теперь имущество находится под надежной охраной вот так вот видите собаки решили что на крыше очень даже веселее ну правильно кстати им оттуда видно лучше женщина случайно ранила лягушку а затем выходила ее жительница архангельска задела животное лопатой когда копала картошку раненой бедняги она решила помочь подлечила ее и оставила у себя россиянка назвала лягушонка пипом и сейчас готовят его к зимней спячке он уже стал любимцем всей семьи вот так вот представляете вышла покопать картошку а в итоге теперь завела себе лягушку жители россии спасли косулю которая отбилась от стаи и застряла на льдине малыш замерз и сильно испугался но все закончилось слава богу хорошо как мы с вами любим неравнодушные люди провели шикарную операцию по спасение косули и с ней теперь все в порядке жильцы дома престарелых нарисовали себя на картинах известных художников некоторые из них просто позировали во всех случаях результат оказался впечатляющим произведения не потеряли своего шарма сотрудники дома престарелых считают что рисование помогает старикам бороться с деменцией и улучшает моторику вот таким вот способом они развлекают и помогают одновременно нашим пожилым пенсионерам спасибо им огромное за это вы кстати себе можно взять на заметку но мне еще пока рано но нужно обо всем заботиться заранее полицейский вот это значит остановил на ходу фуру с водителем у которого случился сердечный приступ грузовик припарковался на трассе в пермском крае но через некоторое время покатился с горы больший груз без водителя летел мимо офицера и уже сворачивал встречную полосу тогда полицейский догнал фуру запрыгнул в кабину и остановил машину и слава богу ничего не произошло поскольку вы понимаете фура еще и по встречке это могло бы привести к ужасным последствиям но спасибо этому человеку которого вы сейчас видите он бесстрашно настоящий герой это просто гусь решил поучаствовать марафоне пробежал он конечно совсем немного но успел порадовать и вдохновить других бегунов в общем и зато зарядить позитивом всех вокруг вот увидите гуси тоже любят бегать все бегать все все срочно бегать лебеди спасли замерзающего озера казахские спасатели провели опасную операцию работая на непрочном льду 150 метрах от берега лебедь был слаб и практически не оказывал сопротивления птицу передали в ботанический сад где она переждет зиму спасибо казахским неравнодушным спасателям за то что спасли птицу на этой прекрасной замечательной позитивной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск новостей и я искренне надеюсь что он вам очень очень сильно понравился вы об этом как всегда мне напишите мне хочется еще обратиться ко всем вам дорогие подписчики поверьте я физически не могу всем отвечать но я стараюсь читать вот читайте стараюсь всем но возможно я кого-то пропускаю поэтому не нужно обижаться так прям принимать на личный счет как будто вот я вас игнорирует нет на самом деле это не просто вы поймите я не могу жить только ютюбом у меня есть еще другая жизнь не нужно дела свои делать там собой заниматься в конце концов поесть там но вы поняли с друзьями встретиться поэтому я не хочу как некоторые блогеры сидит 24 часа в сутки в четырех стенах снимать видео и сходить с ума что потом через два года у меня крыша поехала поэтому социум для меня очень важен собственно надеюсь на ваше понимание поэтому ни в коем случае не обижаемся я искренне рад каждому комментарию если вдруг кому-то не отвечаю но извините это не специально просто пропустил я не могу сидеть целыми днями отвечать ей так стараюсь это делать максимально много поверьте я больше чем уверен что в принципе наверно так как я отвечаю мало кто вообще это делает поэтому без обид ну и как всегда я всем желаю крепкого здоровья услышимся мы с вами уже завтра надолго не уходите скучать не придется для тех кто собирается сейчас заснуть под мой голос всем спокойной ночи но вообще до скорых встреч классного всем настроения до завтра пока пока